Глава Республики Рашид Тимрезов принял участие в заседании рабочей группы по проведению празднования столетия Карачао-Черкесии. В ходе обсуждения были озвучены как уже реализованные проекты, так и планы на ближайшую перспективу. Подробности у Артура Мхце. Чем в текущем году Карачао-Черкесия удивит и порадует своих жителей и гостей в честь собственного большого юбилея? Этой теме было посвящено совещание рабочей группы под руководством главы региона. Рашид Тимрезов напомнил участникам заседания, что необходимо как можно скорее подготовить конкретные предложения как по плану праздничных мероприятий, так и по вводу в эксплуатацию объектов социальной, дорожной, инженерной инфраструктур. Торжества рано или поздно закончатся, а открытые стадионы, дворцы культуры, школы искусств, медучреждения, благоустроенные зоны отдыха и дворовые территории будут и спустя десятилетия востребованы у населения. Руководители министерства, также городов и районов сообщили главе региона, какую работу проводят их ведомства и администрации, чтобы впоследствии воспоминания о столетнем юбилее Карачао-Черкесии вызывали у людей только самые яркие и позитивные эмоции. Так, в нынешнем году в республике планируется открыть порядка 50 объектов различного назначения, в том числе школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и поликлиники, системы ввода и газоснабжения и многое другое. То есть, всё-таки главной задачей видится именно создание более комфортных условий для жизни населения. А если при этом будут организованы и торжественные мероприятия с приглашением представителей соседних регионов, никто возражать уж точно не будет. Я считаю, что на этих праздничных мероприятиях должны присутствовать и творческие коллективы из соседних регионов. Что бы ещё хотел попросить? Сейчас обращаюсь больше к министерству культуры, спорту, главам городов и районов, о том, чтобы мы в этот день проводили мероприятия в каждом районном центре, в каждом городе нашей республики. Также глава республики поручил членам рабочей группы проработать несколько вопросов. В частности, возможность создания на территории региона ботанического сада, где садоводы-любители могли бы приобретать для своего хобби всё необходимое – от семян до инструментов для ухаживания за зелёными насаждениями. Кроме того, в скором времени у поклонников самого массового вида спорта появится возможность лично присутствовать на состязаниях профессиональных футболистов. Я считаю, что с учётом открытия нашего центрального главного стадиона нам пора вернуться к тому вопросу о создании профессиональной футбольной команды. Поэтому я попрошу проработать это с российским футбольным солидом, или кто сегодня этим занимается, о сдаче всей необходимой документации для регистрации профессионального футбольного клуба на Черкес. Подарков для населения Карачаево-Черкесии в честь векового юбилея подготовлено немало. Наиболее массовые торжества запланированы на начало осени нынешнего года. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. 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 Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.